Соревнования прошли на Красноярском водохранилище в районе села Сувхакасия. Лёд там ещё прочный. Кроме того, всё было согласовано с ГИМС. Зимняя рыбалка собрала несколько десятков горняков Хакасии. Номинации первая рыбка, самая маленькая и большая, общий вес, пойманная рыбы и общекомандный зачёт среди участников разреза. Пара минут после начала соревнований и первая рыбка на крючке. Принадлежит она Виталию Сидоренко. Здравствуйте, я так понимаю, это она? Да, это она. Ничего не удавалось на соревнованиях поймать первую рыбку. Ощущения вообще очень эмоциональные. Получились. Восторг такой испытал. Приз как приз дадут даже. Большинство участников заядлые рыбаки, поэтому два часа возле лунки, именно столько длился конкурс, для них не предел. Туда-сюда вот так. Дошучу. Ну нет. Так вот. Три штучки пока. Чисто для души, для себя. Ну и за команду, естественно, за участок. Удовольствие. Кто не рыбак, тот не знает, что такое удовольствие. Это ж... Это не передашь. Честное слово. Не клюет все равно хорошо. Клюет еще лучше. Это же своего рода объединение народа, людей разных профессий. Мы здесь все и экскаваторщики, и белозисты, и корновщики, он смотрю, сидят. Все здесь. Среди своих работников разрез в Черногорске проводит такие соревнования уже почти 20 лет. Для многих зимняя рыбалка с коллективом стала уже доброй традицией. Ну, основная задача, это первое, людей отвлечь несколько от работы. Сегодня он превратился уже в семейный отдых. Увидели, что сегодня у нас многое приехали с женами, с ребятишками, с внуками. Набраться духа для того, чтобы в дальнейшем продолжить как бы плотворную и производительную работу именно в условиях разреза. Итог. В командном зачете победила дружина рыбаков добычного комплекса. Кроме рыбной ловли для горняков подготовили еще два конкурса – хоккей на валенках и скоростное бурение лунки. Среди наград – грамоты, кубки и денежные сертификаты. Для поднятия настроения – горячий плов из казана и чая с самоваром. Ну, а в самом конце участники и болельщики сожгли чучело зимы, что, кстати, оправдано. Ведь именно в этот день закончилась календарная зима по старому стилю. Мария Мишнина, Александр Сердюк, РТС. Мария Мишнина, Александр Сердюк.